Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Так, начинаем ещё один вебинар. Он будет посвящён прививкам. Но, так как всегда есть отголоски от тех вебинаров, от наших собеседований, вопрос-ответов, я представляю вам Голубева Александра Михайловича. Вот он. Горжусь тем, что когда-то он, уже будучи тогда с академическим образованием, опытнейший, грамотнейший мужик, значит, прислал мне вот эту фотографию и большое письмо. Письмо. Интереснейшее письмо. Если бы он как-то откликнулся, я бы его опубликовал у себя. А так имели право, не знаю. Вы упомянули, сказали, кто-то из вас, знаком ли я с Голубевым? Я сказал, да, знаком. Сказал, с гордостью. Вот. Таких садоводов у нас в России, наверное, меньше, чем пальца на руках. Вот. Его работа научная, сами видите, какая. Ну, это особый путь. Вот. Вот эти вот мешочки, тряпичные, я называю презервативами. И, по-моему, не зря. Вот. Будет ли продолжение этой темы с Голубевым? Я пока сам не знаю. Но я на ваши вопросы ответил. Да, знаком. Даже горжусь. Так, вот это письмо мне прислал вот этот товарищ Толик Позибун. Наверное, Анатолий. Так, это Украина. Он напоминал, по-моему, деревню или поселок Апостолово. И вот это написал. Это моя одна из лучших. По вашим рекомендациям, Апостолово уже начинают расти сады Железова. Представляете, на Украине сады Железова. Вот эта фотография, одна из лучших, как он написал. Я ее хочу прокомментировать. Вот. Раз он говорит, что работаем по Железову, что я тут вижу. Ну, наверное, может быть, я бы уже зарастил бы вот это дерном. Может быть. Вот. Может, это какая-то мульча. Может, сверху подкормка. Но это Украина. Это у нас вот этот дерн играет роль в первой ступени защиты от мороза. Дерн в Сибири. Это у нас же учеба. Поэтому я такими рубленными фразами отвечаю, как постулат в Сибири, в Урале, в Дальнем Востоке, в Севере России. Дерн неприкосновенен. Только при посадке приходится какое-то количество дерна убирать или сверху сыпать, когда холм делаем. Всё. Далее. Посмотрим на эту яблоньку. Ну, если он правильно писал, что сады Железова. Наверное, технология Железова. Значит, тут так. Я вижу, что он искусственное не делал. Этот искусственный штамп – это привитое дерево. Вот здесь, скорее всего, была обрезка. Обычно так и обрастает. Или когда он был посажен, и нижняя ветка чуть-чуть уступает по толщине верхним. Обычно вот эти самые мощные, вот эти же конкуренты. Пока он их не трогал. И слава Богу. Можно какую-то одну ветку сделать центральной, а остальные подрезать так, чтобы они стали второстепенными. Чтобы когда-то Украина отобили урожая дерево не разорвало на части. То есть, в целях профилактики, вот эти вот две веточки, которые, например, справа. Ну, в общем, их тут три. Одна центральная, две конкуренты. Причём центральную можно назвать любую. Видимо, здесь была обрезка при посадке. И укоротить вот так. Они выбросят ветки, но станут второстепенными. А вот эти убирать он не стал. Если бы он убрал, мы бы сейчас бы... Я бы это же самое... Вот, допустим, здесь бы я вместо этих веток, якобы второстепенных. Вот. Если бы я увидел здесь рано, я бы Толю так далеко послал бы. Вот. Но, как видите, целенькое дерево, даже на Украине, делать этого нельзя. Здесь это дерево, моего понимания, я потом ниже покажу, тем это прививки, можно использовать как вот это дерево уже младшим. Вот с этого возраста. Самые лучшие ветки в этом возрасте. Сомневаетесь? По-моему, нет. Вот. Так что, Толя, привет. Очень нужен ваш совет. На днях в магазине... Это он же... Это... А, нет, не так. Это уже, извините, это следующий автор этого письма. На днях в магазине приобрел черешню. Одна начала распускать листья, другая пока нет. Подскажите, что мне можно сейчас сделать? Видите, это срочное письмо, прививка чуть позже. На улице погода еще не очень для высадки. Ночью бывают заморозки. Видите, погода. Можно высадить, можно высадить, грустно, постоянное место утеплить, поставлю шалашик. Можно. Корневая система замотана полиэтиленом. Ты не смотрел, что, скорее всего, пилки или мох. И он присылает фотографии. И спрашивает моего совета. Вот она фотография. Что бы мне интересовало? Вы знаете, это действительно черешня. Вот она, настоящая черешня. Она как-то глупо едет, хреновенько. Ну, на то и весна. Вот. Одна. А вторая распустилась. Вот. Видите, тут она еще подрезана. Ну, подрезана, конечно, неаккуратно. Но это ладно. Вторая. Прививка явно почкой сделана. Так. И путь. Ревна. Это в Иральске, скорее всего, сорта. Только там-то эти два пропагандируют. Еще один снимок крупный план. Вот когда он посадит, вот это умрет. Расти дальше не будет. Вот. Надежда вот на эти почки, которые еще спят. То есть, он чуть-чуть поздно получил. И, наконец, смотрим на корни. А что на них смотреть? Значит, совет вам такой. Вот это разбирайте. То есть, снимайте все это. Не так вот взял, ткнул в землю. И пусть так растет. Вот. Это. Вот. Назовем это культию. Там. Что тут намешано? Ну, конечно, на основе глины. Вот. Это культию. Она только для транспортировки. А то некоторые умудряются взять саженец. Купили с открытыми корневой системой. И им говорят. Причем это распределенный саженец. Вы их болтушку. То есть, глину намешали. Если это еще что-нибудь там добавили. Не буду говорить, что. Нечего учить. Вот. И. Все это уберете. Как вы-то сможете. Аккуратненько. Может, размоете в воде. Корни расправите. Вот. Это культия только для транспортировки. Она сыграла. Саженец живой. Теперь. Это последнее фото. Последнее. Значит, что мы делаем? Я ему советую. Вот здесь вот. Вот здесь спящие почки. Вот здесь, к примеру. Вот это все уже не жизнеспособно. Наверное, вот здесь вот отрезать. Вот тут косой слез. И посадил. Ну, так уже обрезано. И вот эта часть, надеюсь, выживет. Вот теперь вот эта. Вот эта уже поздновато. Вот. И вторая. Посмотрим на нее. Ой, как бледно выглядит. Такое впечатление, что он не жилец. Он не... Да это... Где они его хранили-то? Весна же. Значит, с осени. Ну, вот это, скорее всего, обысить придется. Или мой совет. Если хотя бы вот эти пара почек жива. Или вот три. Вот тут отрезайте. И ждите чудо. Ну, скорее всего, это уже мертвец. Так, дальше пойдем. Ну, извините. За что купил, за то продаю. Делал фотографию. Самый крупный абрикос в моей жизни. Вот. Так. Невзвешенный. Ну, 120-30 грамм-то точно есть. Косточку взять. Что будет? Я говорю, ну, у него есть супруги у этого дерева. Наверное, там супруги могут опылить 40-граммовый. Их этот, для тенков называют так. 40-граммовый, 50-граммовый, 60-граммовый. Ну, то есть, по... Оценивается по весу плодов. А вот. Что будет? Сохранится он такой. Если у мамы сохранится. Если у папы нет. А может просто замерзнуть. Я не знаю. Вот. Я ответил на этот вопрос. Матеря чистейшая. Как? Вернее, как ответил. Или вот груша. Вот это 400-граммовая груша. Самая крупная была. 540 грамм. В данном случае выйдет 400-граммовую грушу. Вот это та самая. Я бы не такое желание назвать ее грушей Мараховской. Она, когда появилась... Мне пришло... Это очень важно. Это... Какие мы люди? Мараховская Ирина. Мне, значит, московский садовод. Та, которая была... Один из организаторов моего семинара в Москве. Присылает мне посылку. Год-два спустя. И пишет. Прошла 12 или 16 км пешком. Ходила на дачу к маме. Нарезала черенки, груши. Гигант под Москвой. Что вы думаете? Надо же как-то ее узаканивать. Ну, пусть эти 40-400 граммов. Но были еще полтора раза крупнее. Так, не успел вовремя сфотографировать. И вот, значит, залезая в интернет. Нету такого сорта. Вообще нету. Наберите грушу, гигант под Москвой. Нету. Что делать? У меня большое желание переименовать ее. Это... Может, она сама придумала название. Может, мама ее назвала гигантом под Москвой. Хотелось бы назвать ее гигант-мараховская. Она тогда некрасивая. Ну, все, ладно. Я к тому, что если семечки взять... Семечки у меня давно кончились. Я много не заготовлял. Я только на семечках мог заработать. Почему-то многим захотелось выращивать семечек. Вот. Вот тогда и некоторые все равно. А вы гарантируете... Моростойка себе говорит, нет. А вы гарантируете, что она будет такая же? Я говорю, нет. Вот поэтому я поместил два рисунка. Две фотографии. Вот эти персики я купил из магазина. Это к прививкам. Речь идет о прививках. То есть... Там в этом самом магазине под названием «Командор». Продавали полугнилые. Их никто не брал. За полцены. А я купил. Мякоть выкинул. Они были пережившие. И сказал себе. Ну, песок. И они у меня где-то с этого... С декабря они в песке лежат. Так. В погребе. Если они взойдут, я с них нарежу черенки. Они были весом 200 с чем-то грамм. Где-то весом грамм 250, наверное. 300. Очень крупные. Очень. Вот. И потом, если буду жив, то я их перенесу на абрикосы, на сливы. Вот. Хочется чего-нибудь такого. Ну, иногда, знаете как. Вот. Так. То есть, один из путей, который можно на север продвинуть. Ну, начинает с нуля. Покупайте южное. Самое лучшее, что можно представить. Самое лучшее. То есть... Ведь бывают персики. Я такие персики. Тиграмм 400. Я на Мараховском гостил. Но они турецкие были. Это под руку попалось. Можете с этого начинать свою деятельность. У кого чешутся руки. Как говорил Черном Эрдин. Если у вас чешутся руки, почешите. И так. Да, почешите в другом месте. Вы намек поняли. И все-таки среди вас должны сейчас выкристаллизовываться несколько, хотя бы несколько селекционеров. Это подсказка к ним. Не надо ничего бояться. Так. Это другая крайность. Где нам взять подвои? Где-где? Ищите. Это одна из детских фотографий. Мне разные посылали. Это прямо в тайге. В лесу выросло. Птице принесли семена. Ясно, что родитель был культурный. Иначе, скорее всего. Вот такое чудо выросло. Лучшего подвоя нет. Годятся местные подвои? Конечно, годятся. Отвечаю на пунктовня. У нас есть заворочные сады, отмечают. У нас есть лесополосы. Там полно всяких этих дичков. Можно? Можно. Отвечаю я. Так. Так.